Последние приготовления. Места в зрительной зоне заняты, а в первом ряду те, ради кого этот праздник организовывался. Дети войны, узники концлагерей, вдовы ветеранов и труженики тыла. Митинг, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в совхозе имени Ленина собрал десятки неравнодушных людей. Воспоминания, переживания, слезы на глазах. Накануне 9 мая каждый человек испытывает свои, особенные чувства. Когда началась война, Валентине Романовой был всего один год. То тяжелое время вспоминать она не любит, зато делится впечатлениями о том, какие тогда сплоченные были люди. Что такое раньше был праздник? Это баян, люди пели, шли, пели, плясали, танцевали. Это радость для всех, это радость со слезами на глазах. Ребята, а давайте устроим вечер воспоминаний. 21 июня 1941 года. Да не 21, а 22, уже без 15,4. Участники местной театральной студии подготовили сценку, которая перенесла зрителей в тот трагический 41-й, когда выпускники, радуясь окончанию школы и строя планы на будущее, встречая рассвет, узнали о начале войны. Их жизнь полностью перевернулась. Шесть судеб. Фронт, потери, пытки, страх. Они самоотверженно защищали родину. Домой вернулись только двое. Я исполняла роль Зои Космодемьянской. Это очень трагичная судьба молодой девушки, партизанки. Не знаю, не может не трогать любого человека, потому что она стояла за родину, она была настоящим воином. Такая достоверная передача эмоций стала возможна только благодаря тому, что эта молодежь еще имеет возможность общаться с участниками войны. Узнавать историю не из книг или фильмов, а что называется, из первых уст. Но с каждым годом ветеранов становится все меньше. И от того, сколько сейчас внимания будет уделяться патриотическому воспитанию детей, зависит, сможет ли наша страна увековечить память о героях той победы. В войне знаем много и пытаемся донести, вот наше понимание, все равно наше понимание будем пытаться носить. И общие, то есть правильно вот эту историю, чтобы народ не забывал, чтобы дети наши маленькие не забывали, потому что это очень важно. Потому что когда ты это внутри себя все полностью прочувствуешь, ты понимаешь, что это очень важно. Это очень важно для нашего поколения в будущем. Такой патриотический настрой и знание своей истории приведет к тому, что дети, которые сегодня присутствуют на празднике от мала до велика, молодежь, которая готовит это мероприятие и пытается это донести, они воспитывают именно к любовь к родине, чтобы мы гордились нашей страной, нашей Россией и никогда не допустили повторения в этих страшных летах. В этом году бессмертный полк решили приурочить к митингу, поэтому еще в начале мероприятия можно было увидеть людей с фотографиями своих близких, которые прошли войну. Позже стройной колонной бессмертный полк проследовал к памятнику, куда с остальными участниками вахты памяти они возложили цветы. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.